Привет, господа пчеловоды! Сегодня у нас 23 января и ничто не предвещало того, чтобы ехать на пасеку, но вчерашний комментарий от Николая Родита меня просто приподнял с дивана. Посмотрел я на солнышко, которое было, и легкий ветерок не препятствие. И думаю, надо поехать и показать тот самый интересный момент, который заметил Николай Родита. В комментарии он написал, что есть такой нюанс, что пчелы сидят на двух килограммах меда, и больше не берут. И поэтому я сразу заранее возьму рамки с медом, чтобы не бегать дважды. И иду к вчерашним ульям поразговаривать, чтобы во рту не потело. Мне интересно, вы поразмышляете. Вот так вот пока поставим. Итак, в чем фишка? Вчера отсюда я забрал малышей, подставил сюда, и обещал вам разобрать вот эти две семейки, которые, как я рассказывал, это общепринятое пчеловодство. Но на полдороге телефон вдруг потемнел, рякнул, и на этом все. Посмотрела зарядка 50%, но я так понял, что это от мороза. Сейчас в данный момент минус 2, ветерок. Но это не препятствие для того, чтобы показать вот этот нюанс, который спрашивает Николай Раджи. Не спрашивает, он подчеркивает, что... Странно, почему пчелы, не расходуя мед, мед, уже середина зимы, у него на контрольных весах показывает 2 килограмма, израсходовали 2 килограмма, и он думает, что это сироп. И именно по этому поводу я не думаю, что это сироп. Вот я больше чем уверен, это все-таки породы. И так как у тебя, Николай, все-таки связано с карникой, у вас в Белоруссии сейчас много европейских пчел, и все-таки вот эта помесь помесь вот дает вот эти результаты. А в чем фишка? Вот он сидит. Я, так как я-то вчера начал разбирать, вам показывать, но на полдороги споткнулся, в том плане, что телефон отключился, и я еще подумал, странно, кому это надо было отключить мне телефон? А вечером, когда читал твой комментарий, понял, что не просто так его отключили, и что мне надо сегодня пойти и этот момент показать. Вот абсолютно два одинаковые отводка. Это две матки, которые начали сеять в сентябре, в середине сентября, и по своей силе они не набрали бы. У них было много летней пчелы, летней пчелы было очень много, но по своей силе они бы не набрали хорошую зимнюю пчелу. И поэтому, когда я вам рассказывал, что я от фаворитов, вот это была семья-фаворит, и вот она, семья-фаворит. За ней стоит тоже семья-фаворит, от которых я брал пчел. Ведь в моем странном пчеловодстве я не наращиваю пчелу, а я наоборот дроблю. Я забираю расплод, летний, это августовский, сентябрьский расплод, я забираю, это зимняя пчела, и даю вот этим малышам. Благодаря этому расплоду они зимуют до весны, а вся летняя пчела по своей, по всяким разным причинам, или она старая, или она больная, или еще что-то, она вся уходит. И поэтому, в моем странном пчеловодстве очень многие причины, вы задаете вопрос, например, сами себе, почему семья рухнула, погибла, и вы не знаете ответы. В моем пчеловодстве я точно знаю, почему мои семьи начинают проседать, по какой причине. Ведь у меня самое важное в моем пчеловодстве, у меня исключено лекарственное воздействие на пчел. Вот эти вот семьи, они были обрызганы, с щавелькой, это было ноябрь месяц, я их щавелькой брызгал, потому что у меня две дилеммы, ведь я беру от фаворитов пчел, фавориты я знаю, что они будут сидеть спокойно, без лекарств, и они не обрабатываются ничем. Но, ведь я же беру от разных фаворитов, от разных семей. Кстати, вот смотрите, вчерашние, вчерашние сидит и уже пчела так спокойно вылетает, как будто смотрится, как лето туда и обратно залетает, вылетает. Удивительно. Приятно смотреть, когда, вот смотрите, приятно смотреть, когда пчелы кайфуют. Понимаете, да? Видели, как сирануло? О, приятно смотреть на это, что пчелы вольготно себя чувствуют. Вот фавориты, очень сильная семья. И, когда от них берешь, ведь это от трех, от четырех семей ты берешь расплод. и, когда пакуешь вот в эти малыши, то неизвестно, какую болезнь ты впихнул. И поэтому, чтобы себя как-то обезопасить, я брызгаю вот эти малышей, я брызгаю щавелькой. Это единственное лекарство, которым я пользуюсь. И, вот здесь выплыла такая интересная штучка. эти матки по своим срокам абсолютно одинаковые. Это конец августа, сентябрь, в конце сентября они начали, в середине сентября они начали сеять. Но, вот в чем фишка. Вот здесь, я разбирал вот эту семью. Она битком, но я ее покажу. Она битком, медом. И семья сидит справа. А вот здесь семья как бы разрозрена. И практически, я так думаю, корма нет. Именно поэтому я взял сейчас две рамки, буду разбирать и сразу работать с ней. Вопрос, почему здесь не израсходовали нисколько, а здесь меда нету. Но это мы сейчас увидим. Я вот сейчас с нее начну. Но это вот опять-таки к тебе, Николай. Спасибо тебе за то, что ты тщательно пытаешься разгадать загадку странного пчеловодства. Ты ближе всех стоишь к этим истокам. И я думаю, что у тебя легко получится это же самое проповедовать на своем канале. И это будет хорошо. Я только буду рад, что найдутся у тебя посредники, которые приобщатся к адвокату Егорову, Кашковскому, ну и к нам, к странным пчеловодам, у которых получится без лекарств водить пчел. Так что сегодня я опять буду бедолаг этих тревожить. Но по-любому сегодня это плюсы. плюс то есть минус два минус два это как плюсы. Я не думаю, что это вообще холодно, но агрессивность никто не никто не отменяет. Я чуть-чуть экран поправлю. Экран поправлю, чтобы удобнее было. И буду я возможно даже и говорить-то не буду, потому что эти пчелы совершенно со мной не согласны, что то, что я творю. Вот загадка, вот я вижу, что здесь пчелы, сюда я не могу залезть, и сюда я не могу залезть, а сюда ведь надо засунуть рамку. Вот здесь я вижу, что по-моему сухо. И вот это меня голод, голод, может быть голод. Круг довольно-таки нормальный, футбольный мячик, чуть-чуть меньше футбольного. Но работать-то надо, ребят, хочешь не хочешь, одну рамку, одну рамку я должен сюда засунуть. Хотя бы вот это сейчас посмотрим. Ага, с этой стороны тяжелая. значит сюда не могут двигаться. С этой стороны тяжелая. Значит здесь мед есть. Теперь осталось посмотреть только здесь, что в наличии меда есть. Если они мне дадут посмотреть. Если они дадут посмотреть. вентиляция видите, да? Вот она родная вентиляция. так, я вижу, что рамка по-моему тяжелая. Рамка по-моему тяжелая. Ни хрена. Здесь гнездо было. Вот оно уходили пчелы отсюда. Но все равно спасибо. Все понятно сразу. я вот кстати вот смотрите я не буду ставить новую рамку вот смотрите фокус берете вот она так развернули и поставили мед под нос и никаких лепешек добавлять не надо. Это во-первых дальше поехали. это полупустая а там там реально уже сушь там реально сушь и вот она картина выходит на глаза все понятно две рамки поднял и сразу все понятно но уже не просто поднял а исправил положение этого хватит на месяц это сто процентов сработает и так вот она моя вердикт так скажем сейчас я быстро их немножко утеплю быстро их теплёшка утеплю чтобы им не было холодно вот видите да осталась щель вот она та самая дорогая вентиляция все и теперь рассказываю чтобы вам было предельно понятно что я сейчас увидел семья изначально значит сидела вот так вот таким макаром она сидела это был октябрь ноябрь месяц так как здесь уже мед они съели и клуб тронулся в эту сторону значит у них еще осталось вот здесь две рамки раз два две рамки с медом вот эта часть у них не тронута вот это значит было не тронуто а вот здесь она второй рамки она съедена на 85 процентов 80 или 90 процентов съедена третья рамка которая была здесь она реально пустая значит четвертая абсолютно пустая пятая съедена на 50 процентов и вот шестая она будет с медом полноценным медом поэтому употребление меда я думаю что произошло ну где-то на 50 процентов меда здесь нету вот здесь сколько рамок здесь у меня рамок сколько 2467 рамок 7 рамок 50 процентов меда нету все употребление для меня это считается нормальным это было у меня всегда так и поэтому сказать что много или мало не могу сказать и не много и не мало для меня это нормально я не знаю как это считать по-кашковскому я этого не знаю моя арифметика на глаз на глазок на глазок и поэтому нормально смотрим другую смотрим другую но ее разбирать нет смысла я так покажу вам сверху вы сами-то поймете все сами все поймете все упаковали поехали дальше поехали дальше вот она семья которая не израсходовала ни грамма потому что потому что я не знаю почему потому что потому я не знаю почему ну интересно все это так интересно он они уже базарят пчелы базарят они сместились они сместились сюда на задний значит и так была кухня такая когда я вам две недели назад показывал они были вот здесь и впереди они были впереди и я вам сказал что скорее всего они отсюда ушли сюда и у них нету корма я ошибался я ошибался мне это все получилось что я сам себя обманул но вчера когда я разбирал вот видите да я даже поставил то не ровно стоит не ровно то вот эти рамки я им сейчас покажу что они битком они битковые с медом вот они битковые с медом пчела трогалась не отсюда она как стояла на месте так и стоит но у меня еще другая тема вылезла в этом ролике это Александр Квасов Александр Квасов у него месяц назад был вопрос почему пчелы с меда ушли на край у него этот был вопрос и я тогда в первые же егошние вопрос когда он задал во-первых привет Александр Квасов спасибо тебе что ты порядочный пчеловод и на мои вопросы или на мои советы ты реагируешь отвечаешь и у нас есть диалог потому что большая часть пчеловодов они делают вид что вопросов не задал и никаких советов не давал у Александра все намного проще он просто хороший порядочный человек и вот Александр я к чему веду разговор то у тебя же есть ролик где ты спрашиваешь почему с меда пчела метнулась в другую сторону и там у тебя одна рамка между рамками было два сантиметра и пчелы сидели на пустых рамках а потом в итоге они умирают это то что ты задаешь вопрос ну почему пчелы смещаются на пустые рамки и почему они умирают на пустых рамках и вот отвечая Николаю Родита вчера когда разбирал вот этот улей я вдруг подумал о тебе о твоих пчелах что вот она это родная вентиляция вентиляции видишь да вот она и вот они пчелы они сосредоточены здесь они не сосредоточены они почему-то не идут в сторону меда вот смотри уже сегодня 23 января вот основная масса сидела здесь вот сидела здесь теперь когда я вам неделю назад я вам сказал что в конце января она должна сместиться сюда так оно и произошло она сместилась сюда теперь вот каким образом они пойдут на мед я то думаю что они пойдут на мед но вот к Александру Квасову в его ролике где пчелы с меда ведь они же не сидели на меде они почему-то все сместились на пустые рамки именно отсюда они начинают свой поход на мед поэтому вот эти мысли вслух может быть тебе Александр Квасов помогут разобраться с твоими пчелами которые соскакивают с меда там где все-таки работает вентиляция дышать они хотят я так думаю ведь осень была очень теплая и пчела сосредоточилась именно там где была возможность дышать пчела там сосредоточилась и почему-то по каким-то причинам она не уходит с этих позиций там где есть воздух вот такое мое вот такое мое предположение но но так как у меня работает эта вентиляция пожизненно мне все-таки немножко все-таки мне немножко легче в этом плане оценивать ведь у меня пчелы не стоят в подвале и не поднимается температура но при этом я вам всем советую что если вы держите в подвале пчел чтобы вам не задавать много вопросов самим себе делайте минус 3 минус 4 вам намного легче будет и пчелам и вам но вы держите плюс 3 плюс 4 и у вас соответственно сегодня погода в мире изменилась я думаю что пчелы тоже поменяют свои температурные режимы я так думаю поэтому попробовать попробовать всегда есть возможность попробовать пробовать надо много чтобы определиться где и так здесь и тема Николая Родита что пчелы съели очень мало по какой причине знать не знаю знаю что вижу что очень мало израсходовано всего две рамки две рамки с медом израсходовано из здесь сколько у меня 7 7 рамок тоже 7 рамок из 7 5 рамок осталось остается с медом но они сейчас тронулись в эту сторону поэтому будем посмотреть но спасибо у меня же вентиляция работает все же таки вот здесь снизу 1 сантиметр и вот эти все дырки то они то все работают вот они ветер то здесь гуляет не по-детски поэтому вся эта влага вытягивается и пчелам полегче то сидеть чем в заперти и при плюсах им намного полегче дышать и чувствовать себя так что вот такой у меня сегодня к вам ответ а сейчас я еще хочу поговорить о на этом пока-пока но я сейчас поговорю о пчеловоды которые на углекислая зимовка вот я сейчас о них